Германию захлестнула волна преступлений, совершенных выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока. Последний случай в Баварском Ансбахе, только благодаря бдительности сотрудников безопасности, не превратился в масштабную трагедию. Беженец из Сирии взорвал самодельную бомбу рядом с местом, где собрались тысячи людей. Погиб сам террорист, 15 человек получили ранения. Ответственность взяла на себя запрещенная в России и других странах группировка ИГИЛ. О государственной политике Берлина и криминальной активности мигрантов в репортаже Александра Черепниной. Он, видимо, все планировал иначе. Его цель – большая площадка под открытым небом, музыкальный фестиваль, куда, по разным оценкам, были заявлены до 40 тысяч посетителей. И куда его не пустила служба безопасности. Не потому, что вызвал подозрения, а потому, что билета не было. Большой трагедии Ансбаху именно посчастливилось избежать. Но взрыв прогремел. По некоторым данным, тогда, когда нападавший этого как раз не планировал. Он то ли пытался скрыться, то ли искал другое людное место. Я вышел прогуляться и хотел послушать концерт снаружи. И вдруг услышал очень громкий взрыв. В первый момент я был в шоке и не знал, что делать. А потом побежал и видел других людей, которые разбегаются из центра города. Началась паника. Мы сидели в кафе и после того, как прогремел взрыв, увидели, как перепуганные люди бегут в нашу сторону. Кто-то сказал, что есть раненые. Данные о количестве раненых меняются. Известно, что некоторые из них в тяжелом состоянии. Нападавший погиб. Когда станет известно, в его рюкзаке была самодельная бомба, полиция будет по-прежнему старательно избегать слова «теракт». И правда, есть же версия гораздо удобнее. Ведь было же уже. В Мюнхене на прошлой неделе стрельбу устроил психически неуравновешенный 18-летний выходец из Ирана. Его жертвами тогда стали 9 человек. Вот и здесь, казалось, выяснилось. Нападавший имел суицидальные наклонности, лечился в психиатрической клинике. И дело уже почти казалось закрытым. Если бы не боевики ИГИЛ, группировки, запрещенные в России и других странах, взявшие на себя ответственность за случившееся. И тут полиции, видимо, пришлось признаться. Они тоже располагают фактами. В мобильном телефоне нападавшего найдена видеозапись, где он на арабском языке заявляет о своей верности лидеру исламского государства Абу Бакр Аль-Багдади. Затем он обещает, что немцы больше не смогут спать спокойно. Я думаю, что это видео не оставляет сомнений в том, что это была террористическая атака с исламистским следом. Про нападавшего известно. Ему 27. Выходец из Сирии. В Германию приехал два года назад. Подал заявку о предоставлении убежища, но ему было отказано. Полиция не раз задерживала его за право нарушения. В скором времени его должны были депортировать в Болгарию. В роликах, найденных в его телефоне, он грозился устроить теракт в качестве мести немцам за то, что стоят у ислама на пути. И на фоне всего этого немецкие власти выступают, кажется, с немыслимым в данной ситуации заявлением. Никакой террористической угрозы от беженцев нет. Акты, совершенные за последние дни и недели, это не закономерность. Большинство террористов, которые совершали в последние месяцы атаки в Европе, не были беженцами. И это подтверждает последнее исследование, которое показывает, что опасность терроризма от беженцев не больше, чем от остальной части населения. Верность в политике открытых дверей во что бы то ни стало, даже если это что, выходит за разумные пределы. Доказано личным примером. Активистка движения «Левая молодежь», выступающего за терпимость по отношению к мигрантам, подверглась с их стороны групповому изнасилованию. И поначалу не рассказала об этом в полиции. Побоялась внимания разжигать ксенофобию. Заявила, что ее просто ограбили, и нападавшие разговаривали якобы по-немецки. Изменить показания она решила спустя сутки. Нападавших по горячим следам найти не удалось. Время было потеряно. Искали не тех. Не нашли и подавляющее большинство из тех, кто был причастен к новогодним бесчинствам по отношению к женщинам в крупных немецких городах. Только в Кёльне тогда было совершено 900 преступлений. А следствию спустя полгода удалось установить личности лишь 120 подозреваемых. Осуждены всего четверо. Что все это, если не следствие растерянности и беспомощности силовых структур и властей, накликавших на Европу иммиграционный кризис, который в итоге обернулся атмосферой страха и террора? Госпожа Меркель совершила крупную политическую ошибку, позволив людям приехать без какого-либо контроля, из благородных чувств. Но, как говорят во Франции, чувство мешает большой политике. Совершенно точно Меркель впустила волков в страну. Теперь же немецкие журналисты не очень хотят критиковать своего канцлера, совершившего очевидный промах. За прошлый год в Германию были допущены больше миллиона беженцев. Большинство с Ближнего Востока. Это только те, о которых известно официально. Сколько их приехало на самом деле, не знает никто. И, как полагают многие эксперты, рост все новых исламистских ячеек в таких условиях лишь вопрос времени. Определенно можно сказать только одно. Миграционная политика, проводником которой так старалась быть в Германии, обернулась тем, что о чувстве безопасности в собственной стране немцам пришлось забыть. Европа вступает в новый этап террористической угрозы. Вот такая частота, жестокость, безумность и бессмысленность этих терактов, в общем-то, может свидетельствовать о том, что те мигранты, которые появились в Германии год тому назад, два года тому назад, уже сейчас начинают действовать не просто как террористы-одиночки, а как члены террористических ячеек. Беспрецедентная череда нападений выходцев из арабских стран, обрушившаяся в столь короткое время на Германию, не цепочка совпадений, а страшные последствия вполне конкретных политических решений. Вместо обещанной европейцам, Брюсселям, дешевой рабочей силы и людей, готовых якобы к полной ассимиляции, к ним приехали те, у кого свои собственные планы на будущее или полное отсутствие таковых. Накануне вечером панику в Ройтлингене поднял мужчина с мачете. 21-летний сириец, который претендовал на статус беженца, зарубил женщину и ранил еще несколько человек. Последнее обстоятельство, видимо, ничуть не смутило полицию. Там заявили простодушно. Ссора на почве ревности. Только и всего. Это было преступление, связанное с отношениями между убитой женщиной и подозреваемым. У нас нет абсолютно никаких свидетельств о том, что это мог быть теракт. Очевидно, чтобы решить любую проблему, нужно сначала признать, что она есть. Но немецкие власти, похоже, предпочитают масштабы террористической угрозы в стране скрывать. Показательно, что атаки, случившиеся в последнее время, происходили в Баварии. Ее премьер-министр Хорст Зиерхофер не так давно назвал политику Ангелы Меркель господством беззакония, отметив при этом, что если ситуация не изменится, то Германия станет совсем другой страной. Предсказание, по всей видимости, начинает сбываться.